Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня у нас восьмой день третьего месяца, и брат, открывая богослужение, напомнил нам о том, чтобы мы славили Бога. И, собственно, в этом и смысл, и цель, и предназначение нашей жизни заключается. И если мы открываем Псалом, восьмой стих третий, восьмой день третьего месяца, то там написано «из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу». Точно так же и мы сегодня благодарим Господа, присоединяясь к ангельскому воинству, которое восклицает Аллилуйя. Восьмой день третьего месяца мне хочется обратить ваше внимание на первое послание Коринфянам, восьмую главу, третий стих. «Ибо кто любит Бога, тому дано знание от Него». В то древнее время были идоложертвенные яства. Но были люди, которые были просвещены духовным знанием. И, собственно говоря, они даже и не боялись покупать это на рынке, вкушать это, поскольку знали, что все освещается Словом Божьим и молитвой. Как-то Ральф Эмерсон сказал, что знание существует для того, чтобы его распространять. Это знание дошло до нашего времени, заключающееся в том, как Фрэнсис Бекон сказал, что знание – сила. Вот знание – это сила для нашей веры, для преодоления страха. Есть страх человеческий, который вызывает всякого рода действия адреналина и таким образом повреждает организм человека. А есть страх Божий, который действует по принципу «клин клином вышибает». То есть он как бы нейтрализует этот страх человеческий. И как бы он является антидотом, то есть противоядием от страха человеческого, весьма ядовитого для нас. Как-то семья едет христианская в церковь, и жена говорит, слушай, я забыла, сейчас только вспомнила, возвращаясь обратно, я утюг забыла выключить. Он говорит, не переживай, ничего не будет, потому что я в свою очередь забыл душ выключить. То есть бывает иногда вот нечто является противоположным тому, что ядовито и чревато опасностью для нас. Вот бывают люди, которые в силу невежества испытывают человеческий страх, особенно страх суеверий. Они боятся там, скажем, переходить улицу, когда черный кот перед ними перебежал. Они боятся вообще выходить на улицу, потому что там говорят им, коронавирус может гулять и быть опасный для человека. Разумеется, какие-то определенные гигиенические мероприятия человек должен проводить, чтобы не быть источником инфекции для окружающих, и чтобы самому этой инфекции чрезмерно не бояться. Но и в то же самое время нужно иметь в виду, что страх страху рознь. И есть вот люди, молодые, особенно в силу какого-то максимализма, они говорят, мы вообще ничего не боимся. И такие подвиги, в кавычках, совершают, что сбираются там, скажем, на крыши вагонов, так называемые зацеперы, под высоким напряжением способны на этих крышах исполнять ритуальные танцы. Потом это все выставляют в интернет, в мир лайков и всякого рода хвостограммов. И эти люди делают себе как бы пиар, делают себе имя, тщеславятся. Но это иногда плохо заканчивается. Я как-то вспоминал вот эту девушку 25-летней из Москвы, Екатерина Диденко, которая к дню рождения вместе со своим мужем заказали сухой лед, его всыпали в бассейн, и это было последнее развлекающее мероприятие, последняя вечеринка, которую они совершили для того, чтобы покрасоваться в интернете. Поскольку сразу же выделилось огромное количество углекислоты, и погибли вот этот вот ее муж Валентин, как она пишет потом, Валя, Наташа и Юра, они уже погибли, их нет больше. Ну у нее 3 миллиона там где-то говорят подписчиков, она продолжает по-прежнему создавать себе какую-то репутацию там дешевую. К сожалению, сегодня некоторые верующие тоже увлечены всем этим. Слово Божие говорит нам, чтобы мы были подальше от этих социальных сетей, потому что это дьявольские сети, потому что там нам не место, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. И когда верующие общаются с такими людьми, как и со скверными друзьями, то они должны вспоминать слова Минандра, которые процитировал апостол Павел в 1-м послании Коринфянам, 15-й главе, в 33-м стихе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». В связи с этим вспоминается и рассказ Чехова, вот мальчики есть такой, там рассказывается об одном юноше, который воздействовал на другого мальчика, и они собирались уже поехать вот куда-то там в Америку, зарабатывать деньги посредством убийства животных и грабежей. И надо сказать, что это дурное влияние настолько было оказано на этого юношу, что они все-таки сбежали из дому, будучи гимназистами. Потом их, правда, поймали, когда они где-то там порох какой-то покупали. А этот юноша по-прежнему был неисправим. Вот такое тлетворное влияние оказывают плохие друзья, плохие сообщества, и которых особенно много сегодня в интернете. И как вот этот мальчик по фамилии Чечевицын, он едва не вылетел из гимназии, с ним отец вот этого обольщенного сына провел соответствующую беседу. То есть, на так же и люди молодые нуждаются в том, чтобы направить правильным образом их путь, чтобы откорректировать их дорогу, потому что действительно они плохо заканчивают. И вот всякого рода такие интернетные подвиги, сегодня приманка для некоторых молодых людей. Их прельщают вот эти юноши, девицы, которые совершают глупости, которые погибают. Иногда это бывает последняя съемка в их жизни, потому что они не думают, не думают о духовных ценностях, потому что нет страха Божьего пред глазами их. А вот касательно вечности, касательно ответственности за гробом перед Богом, тут они, вы знаете, насмехаются, издеваются. Есть такое выражение в книге Приджи Соломона, что глупые смеются над грехом. Вот в Иране был некто Хамед Джалали Кашани. Он насмехался над коронавирусом. Он говорил, хотел бы я заполучить эту инфекцию, чтобы продемонстрировать, какой я в этом отношении храбрый и герой. И надо сказать, что исполнилось его желание. Он заболел коронавирусной инфекцией и, к сожалению, для него скончался. Вот сегодня очень много мы видим, когда люди издеваются над Богом, над правосудием Божьим, над Божьими законами. Когда люди ведут образ жизни совершенно непристойный, распутный, это плохо для них заканчивается. Сегодня я, восьмой день третьего месяца, еще хочу напомнить вам из книг пророка Исаии, восьмой главы, третий стих. Там написано, «И сказал мне Господь, на реке ему имя Магир Шилал Хашбас». Это имя одного из двух сыновей пророка Исаии. «Магир Шилал Хашбас». Это значит, спешит грабеж, ускоряет добыча. Представьте себе, дорогие друзья, народ израильский в лице пророка Исаии, вот в смысле имени этого его сына, получил предостережение. Предостережение о тех бедствиях, которые на них надвинулись. И мы точно так же сегодня от Бога имеем указание, когда Христос говорит об этом нам в эсхатологических главах Евангелия, это записано, что люди будут буквально погибать от страха и ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную. Много нас подстерегает бедствий, но Спаситель помогает нам, избавляет бездумных действий, доверия нелепым снам. Много нас подстерегает бедствий, но Спаситель укрепляет дух, Словом Божьим, целебным средством ободряет нас небесный друг. Много нас подстерегает бедствий, но Спаситель избавляет нас от атак врагов и их последствий, от зловредных и злорадных фраз. Вопреки всем пакостям и бедам, агрессивному напору зла, в Боге нашем сила и победа, Он опора наша искала. Ну, а люди этого мира, а люди этого мира не имеют упования на Бога и не имеют утешения, ободрения в Слове Божьем. Кстати, имя второго сына пророка Исаии, Шиар Ясуп, то есть остаток спасется. То есть, несмотря на то, что попадут они в вавилонский плен, все-таки остаток выйдет спустя 70 лет и спасется. Точно так же и Господь говорит сегодня нам, несмотря на то, что этих бедствий число зашкаливает, несмотря на то, что они все грознее и грознее, скажем, из бездны выходит вот эта вот старонча, все равно Господь дает нам надежду, и остаток спасется. Церковь Божия, она будет восхищена в Сретене с Господом в воздухе. Мы читаем книги Откровения, в 8 главе 3 стих. «И пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадельницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Вот представьте себе эту картину молитвы всех святых. Вот сейчас даже братство у нас объявило молитву всеукраинскую о том, чтобы Господь помог преодолеть вот эту беду, связанную с грозящей эпидемией, а может быть, она уже этой эпидемией началась. По крайней мере, во многих странах мира мы видим огромное количество заболевших, уже более 102 тысяч, свыше 3,5 тысяч уже умерших. И самое поразительное, мы видим, как вот даже крупные круизные лайнеры наподобие «Титаника», вот бриллиантовая «Принцесса» вот этот, и также вот в Сан-Франциско вот сейчас лайнер тоже «Гранд Принцесс», они находятся в опасности. Вот в частности в Сан-Франциско 3,5 тысячи пассажиров на борту из 54 стран. Вот представьте себе, вот эти вот туристы развлекаться, собрались вот на этот «Титаник» современный. И 21 из них уже с коронавирусом, один уже умер, и там 49 украинцев, кстати, тоже находятся. 28 штатов США поражены этим заболеванием. В Италии, мы совсем недавно вспоминали, две смерти было, сейчас уже 197 смертей. Причем даже глава демократической партии Никола Джингаретти заболел и изолирован. Во Франции тоже депутат, который общался и с нашим депутатом из Верховной Рады, тоже находится в реанимации. И нашего тоже, некоего Олега Волошина, уже тоже изолировали и подвергли обсервации. Вот сегодня мы находимся в таком положении, когда понимаем, что это все не шутки, когда очень много людей не просто заболевает, а умирает. Естественно, у людей паника, у людей фобия, и без того их хватает всякого рода страхов, которые грядут на Вселенную. И космических всяких вот этих вот страхов, связанных с метеоритами, с астероидами, и стихийных бедствий, которые одно за другим. Нападают на нашу планету словно хищные звери. Представьте себе, вот эти ураганы, циклоны, цунами, всякого рода землетрясения. Их бесконечное множество. Наделал беды много вирус жестокий. На Западе, впрочем, как и на Востоке, у землетрясения особая карта. В тревоге Кабул, Сан-Франциско, Джакарта. Сгущаются тучи в районе Идлиба, колонна турецких военных разбита. У смерти своя аномальная зона. Боятся ее атеисты позорно. Ее отвезти невозможно за деньги, как много сигналов и предупреждений. Сигналят настойчиво беды и стоны. А мы к встрече с Богом не очень готовы. Мы сегодня тоже находимся, вроде как, как на этом Титанике. Титаник наших дней в плену. Этот Гранд Принцесс. Это как бы олицетворение всего человечества, которое тоже находится в плену стихийных бедствий. И люди, они беспокоятся, чем это закончится. А ничем хорошим это, безусловно, не закончится. Потому что мы видим, как Слово Божие предостерегает нас от этого. И при том, имеем вернейшее пророческое Слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Такой ли не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Утренняя звезда это Господь Иисус Христос. Так вот во втором послании Петра в первой главе написано. Кстати, в книге Откровения в 22 главе стих 16 сказано, «Я есть им колени потомок Давида, звезда светлая и утренняя. От этого коронавируса готовность к встрече с Богом выросла, а войны и землетрясения зовут искать Творце спасения. От страха в мире сумасшествия, второе близится пришествие, Христос звездою назван утренней, Он просвещает мир наш внутренний. Дай Бог, чтоб мы все приложив усилия, смотрели чаще в небо синее». И вот мы читаем в книге Порока Осии, 6 глава, 3 стих, и так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его. И Он придет, как дождь, как поздний дождь оросит землю. И когда увидите Сына Человеческого, читаем мы в книге Евангелие от Луки, в 21 главе, 27 стиха. «Когда увидите Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою, когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Слышите? Вот избавление наше приближается, и мы должны поднять свои взгляды кверху, посмотреть на Господа, шаги Которого все слышнее и слышнее. И с каждым днем мы убеждаемся в том, что все больше и больше признаков, симптомов последнего времени появляются на наших глазах и свидетельствуют о том, что Господь близко, что Он при дверях. И когда мы смотрим на все эти бедствия, то, конечно же, нас не страх человеческий посещает, нас посещает страх Божий. Страх Божий это опасение огорчить нашего Господа, стремление быть чистыми и святыми пред Ним. Вот поэтому мы идем путем очищения, освящения, готовясь ко встрече с Сыном человеческим и Сыном Божиим, Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. И я хочу сказать, точно так же, как Слово Божие просвещая нас устраняет всякий страх, точно так же, как страх Божий нейтрализует страх человеческий, точно так же и любовь, которая должна быть в нас, она является еще одним средством преодоления человеческого страха. Мы читаем, что боящийся несовершенен любви, и что там, где любовь, там страх исчезает, и наоборот, там, где нет любви, там этот страх усиливается. И почему Адам когда-то устрашился и убежал, и скрылся среди деревьев? Потому что он был несовершенен любви. Христос говорит, что в последнее время по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. И вот нам нужно помнить об этой первой любви, о которой, помните, было сказано в качестве претензии к церкви Эфесской о том, что имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Это должна быть, слышите, любовь к Богу. Любовь именно к Богу, а не к чему-то другому. Сегодня очень много всякого рода идолопоклонства. Сегодня люди предпочитают поклоняться дьяволу, а дьявол имеет различного рода идолов, которым очень пылко поклоняются наши современники. И вот Слово Божие говорит нам, в частности в книге Придь Соломона, не смотри на вино, как оно искрится в чаше, потому что оно таким образом привлекает человека, а потом как змей, как аспит его ужалит. И между прочим, если уж на то пошло, когда-то известный поэт, слишком поклоняющийся всякого рода распутству и бутылке, вынужден был признаться, много женщин меня любило, да и сам я любил не одну, не того ли темная сила приучила меня к вину. Слышите, вот эта вот взаимосвязь распутства и винопития, она в данном случае очевидна. И так и говорит мудрый человек, он говорит, что сердце твое заговорит развратное, когда ты будешь поклоняться этому демону, этому бесу. И сегодня мы видим, как люди усердно, истово, в том числе и некоторые из христиан заражаются этим духом демоническим, они поклоняются алкоголю. Настырно лезет он в бутылку, в ней созерцая благодать, и поклоняясь бесам пылка стремится пьянство оправдать. Мол, пью, чтобы выйти из депрессии, как окружающие пьют, он иногда бывает весел, уйдя в надуманный уют. В мир иллюзорный аутизма, ныряя, он живет на дне безвыходного пессимизма. Засохла внутренность в огне, неутолимой адской жажды глотать безмерно мерзкий хмель. Дай Бог, чтоб раб спиртного каждый повергнуть идола сумел. Итог зависимости ярой, в сознании тупая боль порабощает жидкий дьявол всех полюбивших алкоголь. Вот дьявол бывает и жидкий, видите, в данном случае. Синека когда-то сказал, те безрассудние скотов, кто утоляет жажду не водой, а вином. Пьянство это добровольное сумасшествие, говорил другой мудрец. Третий Аноре де Бальзак сказал, люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее ее. И еще хочу процитировать Льва Толстого, люди от употребления вина становятся грубее, глупее и злее. И умнее они не могут быть, потому что IQ их, это уже доказано, снижается, потому что они деградируют, потому что деменция наступает, просто-напросто наступает вырождение умственное, нравственное этого человека. И мы вот сегодня в этот день, который многие празднуют, как международный женский день, знаем, что к концу этого дня будет очень много вина, спиртного, очень много будет драк, и убийств будет гораздо больше, и дорожно-транспортных происшествий количество увеличится. Почему? Потому что люди не Богу поклоняются. Говорят, что вот сегодня исполняется 110 лет с тех пор, когда Клара Цеткин, это пламенная революционерка, учредила этот праздник. Конечно, мы почитаем женщин благочестивых, которые были на страницах Ветхого и Нового Завета. А, кстати, вспомните, вот в 11 главе послания к евреям, сколько раз женщины упоминаются. О каких женщинах там идет речь? Там очень много, там целая портретная галерея героев веры мужчин. Ну, а женщин там раз-два и общелся. Сара, Рааф. Конечно, в Новом Завете мы видим тоже женщин, которые Господу служат, но обратите внимание, не женщинам служат, как идолам. Вот Евтушенко когда-то написал, что Бог это женщина, а не мужчина. Вот этот человек в своем распутстве до того ушел в сторону, что поклонялся именно женскому полу, и он и Бога увидел вот в таком направлении. Вот почему у него так плохо и туго со стихотворениями о Боге и о Христе. Вы знаете, друзья, дорогие, если Библия говорит о женщинах, то говорит не о том, что этим женщинам кто-то служил, а о том речь идет, что эти женщины служили Богу, служили Христу. Вот были благочестивые женщины, которые служили Ему имением своим, помните, да? Или вот мы читаем, вот открываем 12 главу Евангелия Атеана, буквально с самого начала читаем. за шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих. Представьте себе, еще недавно так этот человек был во гробе, четыре дня лежал там, и уже исливал, смердел его труп, но вдруг этот человек восстановлен, реконструирован, и мы видим, что он находится на этом чудесном застолье, где пребывали Христос и близкие ему люди. И Лазарь был одним из возлежащих. Конечно, это было очень трепетно. И сердце его сестры Марии, которая, помните, в то время, когда Марфа много суетилась, другая сестра, она внимала словам, которой говорил Господь. И она была близка к истине. Вот сердце ее было переполнено благодарностью, и она решила Господу воздать благодарность эту. И причем благодарность не на словах. Конечно, жертва хвалы, плод уст, прославляющих имя Божие, это тоже похвально и замечательно. Но верно когда-то сказал Томас Джефферсон, третий президент США, что мы проповедуем жизнями нашими больше, нежели словами. Нужно предпочесть проповедь жизнью, проповеди словам, безусловные слова на своем месте. И вот мы читаем, как это сердце Марии, переполненное благодарностью, оно принимает решение совершить жертвенный подвиг. И вот в третьем стихе сказано, Мария же взял фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Я вспоминаю, как-то у нас один брат пресвитер говорил одной сестре, которая обрезала волосы. Он ей указал на евангельский пример Марии и говорит, а ты, сестра, чем будешь отирать ноги Иисуса Христа? Ну вот у Марии был такой жест любви и благодарности. Кстати, в Иоаннле от Марка в 14 главе в 3 и 4 стихах мы читаем, когда он был в Ифании и возлежал, пришла женщина с алебастровым сосудом мира, то есть салавастровым, и написано из нарда чистого драгоценного разбил сосуд, возлило ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира. Вот иногда так говорят. Говорят, вот нищие есть, вот давай, вот Иуда там уже посчитал, у него ум был очень математический, посчитал, что на 300 динариев можно было бы продать всего этого, а если динария это ежедневная заработная плата, это значит годовая зарплата буквально пошла сразу же в мгновение, фемиан, прославление нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вот он говорит, нищих бы. Смотрите, вот сегодня много таких вот спекулянтов духовных. Между прочим, как-то заметили жену пятого президента Марину сумочкой очень такой дорогостоящей, я вот не знаю, как определяют, что они дорогие, что она стоит 500 тысяч гривен и сразу же соблазнились и говорят, ну, не гоже, это не должно так быть, нужно продать эту сумочку и на нужды вот людей, которые на фронте находятся или людей, которые, пенсионеры, бедствуют, надо употребить эту большую сумму. Правда, она сказала, это мне мой муж подарил в знак, как бы, любви к 30-летию нашей свадьбы. Ну, вот, разные бывают оценки, разные мерки, разные выводы, но мы видим, что в данном случае Мария, она правильно поступила. И мы читаем дальше, вот, Марка 14 главу, вот, ниже 6 стих, 8 и 9, но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, она сделала, что могла, слышите, сделала, что могла, истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказана будет память ее о том, что она сделала. Вот, если бы наши сестры и наши братья тоже подражали этой великой самопожертвенной женщине. Вот, Христос еще рассказывает о, мы знаем, сюжет такой с этой бедной вдовой. Две последних лепты положила на фоне фарисеев, которые жертвовали куда больше, но они жертвовали от избытка, а она положила все свое состояние, и она получила одобрение. И вот в данном случае она сделала, что могла, сказал Иисус Христос. Мне кажется, выше оценки быть не может. Вот если эпитафию такую представить, надгробную надпись, и написать там «Она сделала, что могла». Вот многие наши сестры так подвизаются во славу Господа, то это будет достойная, правильная оценка и жертвенного служения Господу Иисусу Христу. Мы сегодня много слышали о матерях. Конечно, мать – это особое положение, особый подвиг, но у нас есть сестры, которые не являются матерями. И вы знаете, в этом отношении подвиг любой женщины, он безусловно велик, но обожествлять, идолизировать женщин-матерей мы никак и никак не должны. Потому что это отодвигает Господа нашего в сторону, потому что это препятствует нашей полноценной славе в адрес нашего Господа Иисуса Христа. И вместе с тем мы говорим, что о матерях надо заботиться, вообще о родителях надо заботиться, попечительствовать, пока они живы, пока есть шанс сделать доброе дело для них. Вот у Сергея Островова есть такое стихотворение даже эта микропоэма «Мать», «А у меня нет мамы», «Она умерла», «Еще одной мамой стало меньше на свете». «Ах, зачем же ты, мама, в постель земляную легла и жесткой кровать показалась тебе на рассвете?» А рассвет был и солнца, и зелени, и синевы, пение птиц было слышно на самых далеких планетах, розоватые голуби вылетали из мокрой травы, долго пили в зале и тонули в глубоких просветах. Ты ведь очень любила, когда начинался рассвет, поднималось чуть свет и детей на заре поднимало, а теперь тебя нет. Почему? Почему тебя нет? Поднимись, приходи, у детишек сползли одеяла, будут плыть корабли в белизну марсианских морей, будет жизнь бушевать каждым атомом, жилкою каждой, а тебя уже нет, ты уже не откроешь дверей. Люди, братья мои, берегите своих матерей, настоящая мать человеку дается однажды. Конечно, это пламенное произведение, я его процитировал в сокращенном виде, оно говорит нам о том, насколько велики бывают у человека переживания, когда его мать уходит в вечность, но тогда уже, как говорится, поздно. А если бы при жизни, вот как Мария, была жертва еще со стороны Никодима, когда Христа уже распяли, когда он позиционировал себя как ученика Иисуса Христа, открыто, вроде Иосифа Аримафейского, вот два их было, Иосиф Аримафейский, член Синедриона, и Никодим, и Никодим принес в сто раз больше драгоценных мазей, в сто раз больше, но это было посмертно, а при жизни Мария это сделала, она сделала, что могла. И сегодня, дорогие друзья, у нас есть шанс сделать для наших близких, для наших родителей, для служителей церкви, есть шанс такой, сделать нечто доброе, помолиться о них, быть послушными им, чтобы таким образом восторжествовала справедливость. Ведь так написано, что почитайте дети, родители своих, Господи, ибо этого требует справедливость. И в этом залог долгожительства дальше написано, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, еще и потому, что создается соответствующая атмосфера почтения, уважительности по отношению к старшим людям, которые в дальнейшем традиционно наследуются, и наши дети это все как эстафету воспринимают, потом передают нашим внукам, правнукам и так далее. Господь хочет, чтобы это было так, чтобы в нашей жизни торжествовала благодать это послушание. И вот пример Марии. Кстати, интересно, что праздник Международного Женского Дня совпадает и с праздником Пурим. Когда-то, когда он утверждался, он совпадал, и был такой человек по имени Аман, который ополчился против Ветхозаветного Народа Божьего, мы знаем, и была Эсфирь, великая женщина. Есть целая книга, которая в ее память написана, она сказала очень важные слова царю Артоксерксу с тем, чтобы защитить свой народ. Слышите, вот сегодня говорят некоторые люди, вот мы поставим защиту от коронавируса, от какой-то порчи. Вот Господь наша защита, и Господь ставит защиту, когда посылает ангелов, которые ополчаются вокруг боящихся Его, и таким образом Господь наша щит, наша сила, наша скала непоколебимая, и мы стоим на этой скале, и Господь благословляет нас. Сегодня в третий день восьмого месяца мне хочется также прочитать из притч Соломона третью главу восьмой стих. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Что будет здравием для тела? Что будет питанием для костей? Вот ниже мы читаем об этом подробнее. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Слышите, вот таким образом, если мы будем надеяться на Господа, уповать на Него, никакого страха человеческого в нашей жизни не будет. Более того, даже если какие-то болезни, немощи будут нас угнетать, это не будет препятствием для нашего полноценного, могущественного подвижничества за веру евангельскую. Ну, а если у кого-то проблемы, я хочу предложить вот такое двустишее. Если жить не в моготу, обратитесь ко Христу. Если жизни вы не рады, обратитесь к солнцу правды. Вот есть солнце правды незаходимое, о котором мы читаем в книге Пророка Малахи в 4 главе во 2 стихе. И взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Вот в лучах солнца правды, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, это божественное исцеление, это укрепление. Есть такое понятие, как гелиоцентризм. Гелиоцентризм это не только вот солнце в центре нашей планетарной системы, а это солнце правды Иисус Христос, которому мы устремлены всем нашим сердцем и всей нашей душой. Как когда-то царь Языкия, помните, написано, что он уповал на Бога, он надеялся на Бога всем сердцем и всем своим разумением и имел успех. Он успел, преуспел во всем. Если мы таким образом относимся к Богу, если он является центром нашего мировоззрения, центром нашей жизни и смыслом ее, то мы будем благословенными. И апостол Павел как-то сказал, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего Иисуса Христа. Это второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Как-то король Шотландии Роберт Первый пытался воевать с англичанами, но был разбит и вынужден был прятаться в пещере, чтобы не попасть в плен. Он скрылся в пещере и был там подавленный, растерзанный. Он думал, что его найдут и казнят. Но вдруг он увидел паучка, который плел паутину перед входом в эту пещеру. И он многократно сваливался с камней, но снова поднимался и снова продолжал свое дело. И когда увидел его вот этот король Шотландии Роберт Первый, он принял решение точно так же бороться за независимость своей страны, не сдаваясь и не отступая. Вот в нашей жизни, вы знаете, у нас должны быть определенные принципы. Это принципы чистоты, святости, принципы непоколебимой веры, принципы упования на Господа, принципы верности своему слову. Вот если у нас есть эти принципы, то мы всегда будем благословенными. Господь будет с нами, Он будет поборать за нас. Он говорит через апостола Павла, если я с вами, то кто против вас? Это послание к римлянам, восьмая глава. Кто против нас, если Господь с нами? Если Он обещал, что я с вами во все дни до скончания века, только нужно быть с Ним. Господь с вами, если вы с Ним. помните ветхозаветное увещевание? Тут прямо пропорциональная зависимость. Господь будет за нас и с нами в том случае, если мы будем с Ним, если мы будем за Него, если мы будем Слово Его считать для себя незыблемым авторитетом, потому что это Слово, оно действительно утверждено Господом на небесах. Враг атакует снарядами грусти, но причинить нам не может вреда. Все хорошо во Христе Иисусе, если мы Господу верны всегда. Нас, отступивших от правды негодных, Бог вразумлять и любить не устал. Слава Спасителю за крестный подвиг, за доброту и терпение Христа. Как хорошо быть в духовном союзе с тем, кто нас в мире греховном нашел. Все хорошо во Христе Иисусе, с Ним нам в общении быть хорошо. Неслучайно на горе Преображения когда-то апостол Петр воскликнул Господи, хорошо нам здесь быть. Псалмопевец Давид восклицает, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. То есть, если он находится в поле зрения Божьего и в поле воли Божьей. Мы читаем в притчах 16 глава 3 стих «Предай Господу дела твои и предприятия твои совершатся». Главное уповать на Господа и тогда будет благословение. А бедствия, а суды Божьи они предназначены для нечестивцев. Я хочу вам сегодня напомнить такой зеркально-симметричный текст из Писания. Псалом 72 стих 27. 7, 2, 2, 7. Это к тому, чтобы ответить на вопрос почему нечестивые, казалось бы, преуспевают, почему они имеют тут успех в предприятиях своих и живут как будто бы долго, и дома у них им кажется, что вечные. Но вот здесь написано, Слово Божие говорит нам через псалмопевца Асафа, «Удаляющие себя от тебя, то есть от Бога, погибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя». И в книге про Каисая мы читаем «Всем же отступникам погибель и оставившие Господа истребятся». Вот Господь обещает свое благословение тем, которые служат Ему, которые в усердии не ослабевают, которые духом пламенеют и Господу служат, как призывает нас апостол. Но в то же время Господь отступает от тех, которые этого не делают. Поэтому сегодня для нас в этот своеобразный памятный день очень важно посмотреть еще раз на эту Марию из Вифании, которая сделала что могла и постараться. Вот в сегодняшнем дне каждый день это маленькая вечность. И жизнь наша человеческая такая короткая, такая сконцентрированная. Это вечность в миниатюре. Вот в сегодняшний день что-то сделать для Господа. Кому-то, может быть, сказать о нем. какое-то действие совершить во славу нашего Господа. В преддверии праздников, Благовещения, Пасхи. Мы должны каждый день, считая последним, употреблять, конвертировать во славу Божию. В этом смысл нашей жизни и это цели предназначения, потому что мы подобно апостолу Павлу можем сказать, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Тот Христос, который всего себя положил на алтарь служения человечеству и каждому из нас. Тот Христос, который нуждается в нашей самопожертвенности, в нашей самоотреченной жизни, в нашем усердном, ревностном служении Ему и подвижничестве за веру евангельскую, преданную всем святым. Да будет прославлен Христос достойную хвалою, да будет Господу слава в веки, слава Иисусу Христу. Аминь. 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 Продолжение следует...